Приветствую вас. Для начала было бы здорово выяснить, с кем вы себя хотите вести. То есть вы говорите, я не знаю, как себя вести. Вести с кем? Вы не знаете, как себя. Да. Если вы считаете, что неправильно вели себя с мужем, и с первым, и со вторым, то это можно поправить. Это можно подкорректировать. Ну то есть здесь нужно понимать, как вы хотите себя вести. Потому что совершенно очевидно, что если вам не нравится то, как вы себя ведете, да, то поведение нужно менять. Это первое. Второе. Если есть один и тот же сценарий, то этот сценарий чем-то продиктован. Ваш сценарий, это сценарий мужественного поведения. То есть вы говорите, когда мы встречались, все было гладко, поженились и началось. Началось что? Гладко было как? Как именно гладко было? Шили со свекровью. Так, зачем жили со свекровью? Вы же согласились на проживание с ней? Их кормила, покупала продукты и готовила я. А девала мужа, тоже я. Забеременев, я сама все купила ребенку. Зачем? Почему вы кормили, покупали продукты сами? Почему вы, значит, ребенку все покупали? То есть вы это делали зачем-то. Понимаете? Вы это делали зачем-то, вы это делали для чего-то. И надо сказать, что ваше поведение здесь, оно может быть названо как, ну скажем, мужское. То есть это поведение, в котором вы занимаете роль мужчины. Это поведение, в котором вы замещаете именно доминирующую роль. Понимаете, какой момент? То есть, грубо говоря, мужчина не видит в вас женщину. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Вы пишете, что мужчина, значит, привез вещи к родителям вашим, оставил вас и больше не беспокоил. Ну, значит, наверное, что-то произошло. То есть, на пятый день после рождения сына. Что-то же, наверное, случилось. Понимаете? Вот. То есть, тут конфликт какой-то, какой-то, видимо, есть. Не могло что-то произойти само собой. Дальше. Только его родственники поливали грязью и продолжают это делать. Ну, видимо, у родственников есть грязь внутри. То они нашли повод ее вылить на вас. Разве нет? Вопрос в другом, почему вы принимаете это на свой счет? Как это вас задевает? Что вы чувствуете? Он унижает, оскорбляет меня. Не очень понятно, как он вас унижает и оскорбляет, если вы говорите, что он вас больше не беспокоил. Опять же, если он вас унижает и оскорбляет, то для этого нужно как-то общаться. Если он вас больше не беспокоил, не очень понятно, как вы общаетесь. Они утверждают, что я нагуляла ребёнка, хотя он копия мужа. Ну, они утверждают то, что хотят, какое это отношение имеет к вам. Я не знаю, как быть дальше, как быть дальше с чем. Я похудела, выглядели как аналитика, во мне нет жизни. А похудели вы из-за чего? Пока я вижу только то, что вы сами себя позиционируете, как такую работящую женщину. То есть женщина, которая работает очень много. И вы думаете, что за эту работу, за то, что вы очень много всего делаете для других людей, вы думаете, что за это вас будут любить, видимо. Вот, на самом деле это ошибка, к сожалению, потому что любят не за это, точнее не только за то, что что-то делают для человека. Любят человека просто так. Я полагаю, что у вас такой вот сценарий, да, единый сценарий. Это то, что вы должны очень много трудиться и всё для всех делать. То есть, грубо говоря, отдавать больше, чем вы получаете. Ну и в итоге вы просто отучаете людей что-либо вам давать. И это приводит к тому, что они вас обесценивают. То есть, нужно принять свои желания. Нужно перестать отдавать больше, чем вы получаете. И нужно лучше прислушиваться к себе. Вот. Вот когда вы это сделаете, когда вы начнёте, начнёте по факту жить для себя больше, чем для других. И когда вы проанализируете, почему вы развелись в первый раз с мужем, да, вот. Я полагаю, что вам станет ясно, чем обусловлено то, что вы уже второй раз попадаетесь на одну и ту же удочку, на одни и те же грабли. У этого есть причины, эти причины нужно выяснить и их устранить. И, по крайней мере, сделать так, чтобы вы их видели, чтобы вы их замечали, и чтобы вовремя могли контролировать и ориентироваться. Вот. Значит, вы говорите, вам не нет жизни, но хотя бы ради своего сына стоит жить, разве нет? Понимаете ли вы, что ваш ребёнок думает, что, ну, будет думать, что это из-за него вы такая, что это из-за него вы страдаете? Я не уверен, что вы хотите этого для своего ребёнка. Поэтому, вот, мотив, заботиться о себе, заботиться о ребёнке, потому что, если вы не заботитесь о себе, вы не заботитесь о ребёнке. Вам нельзя быть анорексической из-за того, что ребёнку нужна здоровая мать, кормящая мать. У меня такое ощущение, что вы здесь сконцентрировались только на себе, и, по факту, кроме себя, своих собственных чувств, да, своих желаний, обиды, может быть, вы ничего не видите. Я вас не обвиняю в этом. Я могу предположить, что вам действительно тяжело, вот. Но, тем не менее, нужно отделять поведение людей, да, и своё поведение. Нужно отделять цели людей, и свои цели. А сейчас в вашей жизни есть только вы и ваш ребёнок. И именно вы друг у друга есть, это единственное, что есть, понимаете? Вот. А вы имеете право на алименты, и я полагаю, что, как бы, если город что нагулял, оно вы можете сделать тест ДНК, и там, как бы, всё подтвердится. То есть, я не очень понимаю, почему для вас это проблема. Если они не верят, то ДНК, как бы, всё подтвердит, и вы получите право на алименты. Вот. Вполне вероятно, что здесь есть какая-то коммерческая выгода, да, то есть, шкурный интерес к чьей-то либо родителей, либо, значит, самого мужа, вот. Ну, в любом случае, в любом случае с этим нужно разбираться. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.